На сегодняшний день стадия данного понуждения подошла к конечной точке. По состоянию на сегодняшний день должник не исполнил решение суда в дважды установленный ему срок. Срок для добровольного исполнения и во вновь установленный срок. Что для должника является отягчающим обстоятельством и в соответствии со 105 статьей Федерального закона об исполнительном производстве, судебным приставам-исполнителям будут запланированы исполнительные действия принудительного характера по исполнению судебного решения, а именно прекращению эксплуатации здания. А дальше принудительные действия. Непосредственно прекращение эксплуатации с опечатыванием дверей входов-выходов здания. То есть все, все санкции, меры, которые пристав мог к должнику применить в целях понуждения его к исполнению судебного решения, судебный пристав выполнил. Дальнейшая мера только принудительная. На время ремонта там можно было бы и закрыть или перенести куда-нибудь частично. Ну, во-первых, пыль, грязь не очень-то бы хотелось, особенно мясо, рыба. По санитарным нормам этого не должно быть. Конечно, смущает, но безвыходная ситуация. В магазине просто можно отравиться. Мы не имеем возможности исполнить вот это решение суда вот именно таким образом, как хотят приставы. Но при этом, я говорю, мы будем исполнять решение суда через то, что предприниматели будут спокойно здесь работать, мы спокойно закончим ремонт до 31 мая. Нет ничего сложного, чтобы подождать две недели. Опечатать здание не получится, потому что наши предприниматели являются также участниками ремонтного процесса, потому что они будут передвигать свои столы, холодильники и так далее. Они нам здесь нужны. Поэтому двери рынка закрываться не будут вообще. Та ситуация, которая доведена на сегодняшний день, решение суда, которое сегодня уже вступило в силу, конечно, собственник должен был заранее. Все те требования, которые были со стороны Роспотребнадзора обозначены, они должны были быть реализованы. А не ставить, когда уже перед фактом или в результате заложники оказались те предприниматели, которые здесь торгуют. Это некорректно, мягко говоря. Поэтому сейчас, если говорить про судебные приставы, конечно, они действуют в рамках соответствующего законодательства. Ситуация такая, что нужно исполнять закон. Но в любом случае будем предпринимать некоторые шаги в рамках действующего законодательства о том, чтобы люди, которые здесь торгуются, не остались без работы. Если даже такое произойдет, если даже, надеюсь, все-таки мы в рамках тех процессов переговорных, мы выстоим позицию, но если даже такое произойдет, конечно, нужно предоставить ей, возможно, те же места на других рынках. Хотя это очень сложно, потому что покупатель и продавец, они уже, здесь есть и постоянные покупатели, и место, в общем-то, нахоженное. В этом плане есть трудности. Поэтому все-таки первичная задача – это сохранить рынок, но при этом устранить недостатки. Но мы должны еще и понимать, что есть решение суда, которое необходимо исполнять. Редактор субтитров А.Семкин